МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20 февраля по всей Смоленской области, в том числе и у нас, в городе проводилась акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями по русскому языку». Как прошло испытание у нас, подробно прямо сейчас. Площадкой для проведения ЕГЭ стала школа номер один. Организаторы строго соблюдают все требования при проведении экзамена. Участники прошли регистрацию, сдали все личные вещи и мобильные телефоны. Бланки с заданиями розданы, время определено. Экзамен состоит из двух частей. Первая часть – тестовая, вторая – это сочинение по тексту. Следует отметить, что цель данной акции – это не проверка знаний родителями. Акция позволяет родителям погрузиться в атмосферу сдачи ЕГЭ, изнутри увидеть технологию проведения экзамена, испытать те же эмоции, которые испытывают наши дети во время сдачи ЕГЭ. Попробовать сдать единый государственный экзамен в этом году пришли 11 участников, среди которых не только родители выпускников, но и десногорские педагоги. Я сама педагог-психолог, мне хотелось пройти и прочувствовать, что чувствуют дети, чтобы как-то им помочь в подготовке, как-то потренировать их, что ли, наверное, и сказать, что это, наверное, не самое страшное, что может быть в жизни. Все-таки бывают и моменты, наверное, которые нужно проходить и уметь проходить достойно. И это на самом деле не очень страшно. Наоборот, иногда даже приятно, экзамены. Работы проверили в этот же день, но баллы не выставлялись. В соответствии с критериями проверили только правильность выполнения всех заданий. В прокуратуре региона подвели итоги работы. 18 тысяч смолян обратились в ведомство в 2017 году. Как было отмечено на коллегии прокуратуры в выступлениях, на первом месте – жалобы на ЖКХ, на втором – на плохое состояние дорог, на третьем – проблемы оказания медпомощи. 20 февраля глава города Андрей Шубин провел плановое совещание с председателями комитетов и руководителями муниципальных предприятий и коммунальных служб. О том, какие вопросы рассматривали на совещании, мы расскажем в нашем сюжете. Завершаются обсуждения стратегии развития Десногорска на дискуссионных площадках, формирования стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. В настоящее время в многоквартирных домах проходят общие собрания жильцов, подавших заявку на благоустройство придомовых территорий. Поскольку собрание проходит в форме очно-заочной, низкая явка отражала очную составляющую этого собрания, и продолжается у нас до конца месяца заочная форма этого собрания в виде голосования бюллетенями. Бюллетени собственникам вручены по квартирным обходам, и для удобства собственников по голосованию в подъездах этих домов, в которых проходит голосование, размещены ящики специальные МУК ККП для приема бюллетеней по голосованию. Эти меры должны позволить собственникам проявить свое волеизъявление относительно будущего их придомовых территорий. И аналогичным образом собрание у нас планируется провести и на других домах, которые изъявили желание участвовать в проекте «Комфортная среда» в 2018 году. Инженерные системы городских коммунальных сетей работают в штатном режиме. Припаркованные во дворах автомобили мешают уборке и вывозу снега. Учреждения культуры готовятся к празднованию Дня защитника Отечества. 22 февраля мы приглашаем всех на возложение цветов и линков, в Курган-Славы с 10 до 12. 22 февраля в 17.00 в Центре культуры и молодежной политики праздничный концерт «Служу тебе, страна родная». 23 февраля мы приглашаем на туристический лыжный марафон 100 километров за 24 часа, посвященный памяти Екатерины и Юрии Ширяевых. Ученики начальных классов ушли на дополнительные каникулы. С 19 февраля начались дополнительные каникулы для первоклассников, которые продлятся до 25 февраля. Сейчас у нас проходят в образовательных учреждениях мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 23 и 24 февраля ветеринарная служба города будет работать в обычном режиме. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 124 сообщения о происшествиях. Из них 4 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 94 административных правонарушения, в том числе 83 нарушения правил дорожного движения, за распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного пьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 5 человек. Уважаемые мужчины, поздравляю вас с Днём защитника Отечества, желаю здоровья, успехов в службе и всего самого наилучшего. Более трёх десятков медиков переехали работать в Смоленские сёла в 2017 году. В регионе всё больше молодых специалистов участвуют в федеральной программе «Земский доктор». Желающие лечить деревенских жителей имеют право на получение 1 миллиона рублей. Это целевая помощь, не облагаемая налогом. Использовать её можно на приобретение или строительство жилья. В 2018 году в программу внесены изменения, и в ней могут участвовать врачи, которым не исполнилось 50 лет. В культурных и дошкольных образовательных учреждениях Десногорска прошли мероприятия, посвящённые Масленице. Вместе со сказочными героями дети поучаствовали в весёлых народных играх и отведали блинов с чаем. В Десногорске пройдёт программа мероприятий, посвящённая Дню защитника Отечества. 22 февраля в 10 утра состоится возложение цветов на Кургане Славы. А в 17.00 праздничный концерт «Служу тебе, страна народная» в городском центре досуга. Приглашаем всех принять участие. К 2020 году российские промышленные предприятия будут выполнять до 80% проектных работ, используя отечественные суперкомпьютерные технологии. Уже сегодня специалисты ядерного центра Сарова создают супер-ЭВМ и программное обеспечение, которое не уступает зарубежным аналогам. Эта машина – это суперкомпьютер. То есть, по большому счёту, это порядка 200 мощных персональных компьютеров, которые стоят у людей дома. Понятие «суперкомпьютер» существует почти так же долго, как и само представление о компьютере. Но если раньше такие машины собирали исключительно для военных целей, то сейчас они находят применение во многих отраслях промышленности и научных исследованиях. Математические модели позволяют в разы снизить затраты на испытания и проверку теоретических расчётов на практике. К примеру, в 60-х годах прошлого столетия для анализа аэродинамических характеристик самолёта на его корпус крепили порядка 3000 шелковинок и осуществляли несколько вылетов. А сегодня оператор Супер-ЭВМ вводит в программу исходные данные и уже через несколько минут может оценить угол атаки и подъёмную силу летательного аппарата. На сегодняшний день одними из ведущих разработчиков суперкомпьютерных технологий и специального программного обеспечения являются специалисты Саровского ядерного центра, входящего в структуру РосАДМ. «Мы достигли уже уровня из-за рубежных пакетов программ. Мы сейчас вышли на новый уровень. Совместно с предприятиями они нам ставят задачи, которые у них появляются. Они сами себе их формулируют. Они не могли их решать с помощью из-за рубежных пакетов программ. Поэтому вот сейчас вот «Логос» — это уже качественный новый уровень, который даёт новые знания». Пакет программ «Логос» предназначен для математического моделирования целого спектра физических процессов, таких как теплопроводность, аэро- и гидродинамика, прочность и деформация. Уже сейчас его функционал достаточен для решения более 70% задач промышленных предприятий в части проектирования и испытаний высокотехнологичных изделий. В этом году мы начали работы по созданию такой интеграционной платформы. Эта интеграционная платформа позволит объединить у себя не только пакет программ «Логос», но и позволит объединить наработки научно-исследовательских институтов. В конце 2017 года «Логос» получил поддержку Минпромторга России. Дальнейшее развитие этого пакета программ предполагает, что уже к 2020 году промышленные предприятия нашей страны будут выполнять с его помощью до 80% в сфере задач аэро- и гидродинамики, прочности и тепломассообмена.